Здравствуйте! Вы смотрите новости Курган.ру в студии Елена Волкова. О главных событиях Кургана из-за Урали расскажем в ближайшие полчаса. Сегодня, 10 марта, губернатором Курганской области Алексеем Кокориным и Акимом Североказахстанской области Ериком Султановым подписан протокол на 2016-2018 годы. Документ стал дополнением к действующему соглашению о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах между правительством Курганской области и Акиматом Североказахстанской области, который был заключен ранее. Выполняя задачи визита, губернатор Курганской области Алексей Кокорин и официальная делегация Зауралья в Североказахстанской области проработали вопросы формирования Курганской Петропавловской приграничной агломерации. Эти и другие меры по расширению и укреплению сотрудничества между Курганской и Североказахстанской областями также закреплены в подписанном сторонами протоколе. Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Пореченков приехал в Курган. Он посетил городообразующее промышленное предприятие Курганский машиностроительный завод. Его провели по цехам. Он побывал на механо-сборочном заводе и сборочно-сдаточном производстве, где собирают военную технику. Ему показали процесс производства машин, готовую продукцию. Михаил Пореченков посетил производство, где создаются опытные образцы техники. После этого состоялась встреча артиста с молодыми рабочими и специалистами. За круглым столом начинающие машиностроители говорили о патриотизме, любви к семье и к родине. Михаил рассказал о своих поездках в горячие точки, в частности в Сирию, где он поддерживал российских солдат. На полигоне завода Пореченков устроил тест-драйв для БМП-3, и сделал несколько выстрелов из орудий боевых машин БМП-3 и БМП Курганец-25. Курганский городской суд вынес приговор бывшему начальнику управления капитального строительства регионом. В зале суда побывала наша съемочная группа. Руководителя госучреждения взялись поличным в апреле прошлого года. За свое покровительство чиновник требовал деньги с руководителя подрядной организации Тюмени, которая вела строительные работы на одном из социальных объектов Зауралья. Задержали взяточника сотрудники областного управления ФСБ сразу же после того, как предприниматель во время деловой встречи положил в тумбу рабочего стола Бубликова 30 тысяч рублей. Это была вторая часть взятки, общая сумма которой составила 60 тысяч. За эти деньги чиновник обещал предпринимателю лояльную оценку качества выполненных работ, а также отсутствие штрафных санкций в случае нарушения сроков строительства или иных пунктов заключенного договора. После ухода предпринимателя Александр Бубликов достал деньги из тумбы, пересчитал, поместил в карман и вышел из кабинета в приемную, где и был задержан оперативниками. Госслужащий утверждал, что деньги ему не принадлежат, и о том, каким образом они оказались в его кармане, ему неизвестно. Однако факт передачи взятки зафиксировала видеокамера, установленная в кабинете чиновника, а номера купюр изначально были занесены в акт проведения оперативного эксперимента. Суд приговорил признание Бубликова Александра Васильевича виновным в совершении двух преступлений и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 60-ти кратной суммы взятки, то есть в размере одного бюлевого на 800 тысяч рублей. Путем сложения наказаний за обе взятки суд назначил бывшему чиновнику штраф в сумме 3 миллионов 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в течение двух лет шести месяцев. Приговор не вступил в законную силу. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Количество лесных пожаров и убранных свалок в прошлом году было озвучено на итоговой коллегии Департамента природных ресурсов. Подробности смотрите далее. В 2015 году в лесах региона пожарные ликвидировали 235 возгораний на площади более 4 тысяч гектаров. В полном объеме выполнено противопожарное обустройство и лесовосстановительные мероприятия. Площадь земель, покрытая лесом, увеличилась более чем на 3 тысячи гектаров. Это знаковое событие, наверное, было в прошлом году. Основная задача, также одной из основных задач стоит, это использование низкосортной древесины, отходов производства и подготовленные все мероприятия по противопожарному мероприятию на следующий год уже выполнено полного объема. В сфере недопользования в Зарвале увеличилась добыча щебня. Также было запущено новое производство. На Сенарском чемпионатском карьере мощностью 1,2 миллиона кубических метров производство щебня. И в прошлом году уже производство щебня в Кургансковсе увеличилось на 40%. Есть еще резерв для увеличения. И, значит, это разработка нового месторождения камня. Это северный участок Мексионарского месторождения, мощностью 900 тысяч кубических метров в год. Продолжается поиск подземных пресных вод для питьевого водоснабжения. Завершена разведка в окрестностях сел Боровичи Сафакулевского района и отряд Алабуга Звериноголовского района, где найдены месторождения подземных вод. Также завершен поиск резервного источника питьевого водоснабжения для города Кургана. По оценкам экспертов, северо-Варгашинское месторождение, расположенное в 30 километрах от областного центра, отвечает всем необходимым требованиям и способно давать около 5000 кубометров воды в сутки. Как отметили участники коллегии, среди проблем, которые предстоит решить в этом году, выполнение плановых показателей воспроизводства лесов, борьба с незаконными рубками и охрана от пожаров, предстоит и большая работа по реализации новых полномочий в сфере обращения с отходами. Василий Малухин, Александр Киселев, Лидия Кагаротцева, информационное агентство Курган.ру. В Кургане подешевел бензин. В рамках еженедельного мониторинга Курганстат отмечает снижение цен на нефтепродукты. В частности, снижена стоимость 92, 95, 98 бензина и дизельного топлива на 0,3%. К уровню декабря прошлого года цены на эти же марки снизились на 0,6%. А стоимость 76, 80 бензина за этот же период не изменилась. На протяжении всей этой недели длится один из самых веселых праздников в году – Масленица. С давних времен принято печь блины, устраивать гуляния и ходить в гости. Масленичная неделя – поистине народное торжество встречи весны. Перед тем, как войти в Великий пост, люди прощаются с зимой, радуются первым погожим деньгам, выпекая традиционные блины. Самыми распространенными забавами, которые устраивались в селах, считались кулачные бои, катание на санях, поедание блинов на время, лазание по столбу за призом, купание в прорубях, игры с медведем и, наконец, сжигание чучела. Мы решили выяснить, что курганцы знают про этот праздник и как они его отмечают. Тонкостей, к сожалению, не знаю, печем блины, приглашаем гостей в течение недели, угощаем соседей. А как принято отмечать масленицу? Блинами, вареньями, сметаной, ну и что-нибудь к этому тоже такого вкусненького. Ну, сжигают чучело, может быть. А, ну да, это как бы принято в народе, обязательное явление. Кулачные бои? Кулачные бои, разные аттракционы, шутихи и все прочее. Развеселая. Масленица. Как ее принято отмечать, что делать? Вы знаете, может, тонкости какие-то? Блины печь, гулянин. Чучело жечь будем. Пойдем гулять 13-го. Гостей приглашать на блины. Зятя. А тещу на блины, да? Тещу зять должен приглашать на блины, да. Как принято ее проводить всю эту неделю? Кушать блины, стряпать блины и в конце сжигать чучело. Я пойду сейчас стряпать блины. Вы сами стряпаете блины? Сам стряпаю. Блинную муку взял и с удовольствием сейчас сделаю. Буду внуков кормить. А мы продолжаем рассказывать о детях, которые мечтают обрести настоящую семью. В эфире рубрика «Мама, я ищу тебя». Братик и сестренка Саша и Вика – неразлучные друзья. В детский дом они попали совсем недавно, месяц назад. Сейчас потихоньку привыкают к новой обстановке. Вместе ходят на музыкальные занятия, делают первые шаги в изучении инструментов, занимаются аппликацией, вместе учатся познавать мир. Четырехлетнему Сашеньке пока тяжело освоиться на новом месте. Он близко к сердцу, переживает переезд, но уже с интересом и участием вливается в новый коллектив и заводит первых друзей. А еще, как настоящий джентльмен, помогает на кухне накрывать на стол, умело расставляя посуду. Мальчик Саша. Он такой более застенчивый, ласковый, но подвижный. Не сказать, что мальчик очень спокойный и, как и подбывает мужчинам, немножко ленивый. Шестилетняя Викуля – настоящая хозяюшка. Без труда заправит после сна кроватку, наведет порядок в своей комнате, аккуратно смастерит поделку из бумаги. Знает много детских песен. На музыкальном уроке быстро угадывает все наигранные преподавателем мелодии. Девочка у нас Вика Лушникова. Она очень активная, очень развитая девочка. Девочка самостоятельная. Любит она подвижные игры. Лидерские качества очень хорошие. Несмотря на свой возраст, маленькая Вика очень трепетно и заботливо относится к своему братику. Проследит, чтобы был одет на прогулку. Поможет обуться. В любой момент прибежит выручать. Они любят друг друга. Даже бывает после сунчаса, Вика еще прибежит, посмотрит на Сашу, проверит. Братик и сестренка мечтают обрести родителей, подарить им всю свою детскую, самую искреннюю любовь. Чтобы получить большую информацию о Сашеньке и Викуле, можно обратиться по телефону в Кургане 25 53 34. Светлана Епифанова, Юлия Пастухова, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру В Международный женский день радио за облаками и сотрудники ГИБДД вновь вышли на улицы города, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником 8 марта. Как это было, смотрите в сюжете нашего корреспондента. По традиции, 8 марта сотрудники радиохолдинга «Радио 45» и представители госавтоинспекции вышли на улицы города, чтобы поздравить автореди с Международным женским днем. Вместо привычной процедуры проверки документов, полицейские останавливали машины, чтобы подарить цветы сидящим за рулем женщинам. Наш праздничный патруль посвящен Международному женскому дню. 8 марта и традиционно радио за облаками, а точнее мужчины радио за облаками поздравляют автоледи, те, кто сегодня сел за руль своего автомобиля с замечательным праздником с Весенним международным женским днем. Мы останавливаем автоледи, вместе с сотрудниками ГИБДД дарим им подарки, цветы, наши улыбки, поздравления и внимания. А радио с облаками в свою очередь совместно с областным ГИБДД поздравляют вас с весенним праздником 8 марта. В общем, я вас поздравляю с 8 марта. Оставайтесь прекрасны. Пусть эта весна подарит вам много сил, эмоций и радостных. Не нарушайте, чтобы ваша машинка всегда вас радовала. С праздником. Как признаются женщины, им действительно приятно получать подарки и внимание не только от своих мужчин в этот день, но и от сотрудников ГИБДД и сотрудников радио за облаками. Переполняют ощущения, тем более в такой праздник женский, конечно, очень приятно. Немного волнуешься, когда видишь всегда инспектора, конечно, но тем не менее, когда все в порядке, волноваться не о чем. И очень приятно внезапно получить цветы, подарок. Мне как-то вручали аптечку года три, наверное, назад. Ну, приятно, что повторно. Спасибо. Женщин всех с праздником. Здоровья их семьям и им самим. Очень приятно. И приятно внимание от мужчин, что все-таки поздравляют, любят и ценят, наверное. Праздник праздником, но безопасность превыше всего. Поэтому сотрудники ГИБДД не только порадовали прекрасный пол, но и напомнили женщинам-водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Стас Волосников, Илья Урванцев, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру Наш эфир продолжит ТВ-анонс кабельного канала Курган.ру Понедельник, 14 марта, смотрите старый советский фильм «Расписание на послезавтра». В элитный физико-математический лицей из обычной школы переходит работать учительница литературы Антонина Сергеевна. С удивлением она замечает, сколь уважительно здесь относятся к ученикам, как к полноценным творческим личностям. Вскоре у нее начинается роман с молодым директором школы, талантливым физиком, кандидатом наук. В главных ролях Олег Даль и Маргарита Терехова. Во вторник вас ждет первая серия фантастических миров Уэллса. Хмурым ненастным вечером к пожилому Гилберту Уиллсу приходит очаровательная Эллен МакГилрей. Представившись журналисткой, она расспрашивает писателя о его старом приятеле-ученом, но вскоре проницательному Уиллсу начинает казаться, что Эллен привел к нему нежурналистский интерес. В среду смотрите российский фильм «Кармен». Он, примерный сотрудник милиции, честный и исполнительный, правильный, как с плаката, скоро будет повышен по службе. Она заключенная, отрабатывающая свой сурок на табачной фабрике, прозванная за дикий и непокорный нрав «Кармен». В четверг наш эфир продолжит фильм Киры Муратовой «Настройщик». Картина представляет собой современную интерпретацию мемуаров знаменитого российского сыщика царских времен Аркадия Кошко. Главный герой – «Настройщик» рояля Андрюша, одновременно счастливейший и несчастнейший человек на свете. В главных ролях Георгий Делиев, Рената Литвинова и Нина Русланова. В пятницу смотрите греко-российский фильм «Пираты Эгейского моря». Фильм о реальных событиях, в центре которых находится Иоаннис Варвакис, один из самых великих иностранцев российской истории. После обращения к великой нации светловолосых за помощью в освобождении своего народа от турецкого ига, жизнь греческого рыбака меняется самым невероятным образом. В дневном эфире субботы советский фильм «Не забудьте выключить телевизор». Родители шестилетнего Гоши, уезжая в командировку, как всегда оставляют сына на попечение фирмы «Заря». На этот раз Гошиной няней становится студентка педагогического института «Чуткая и добросовестная Саша Быстрова», которую Гоша сразу же посвящает в свою тайну. Оказывается, ведущий телепрограммы «Вечерняя сказка» Илья Гуров, его отец, давно оставивший их с мамой. «Вечерний эфир» продолжит первой серии сказки «Мэри Поппинс. До свидания». Семейство Бэнкс озабочено поисками няни для своих детей. И, как это бывает, только в сказке она появилась прямо из воздуха, прекрасная и ни на кого не похожая. Сразу после окончания смотрите художественный фильм «Знамение». После вскрытия временной капсулы, в которую в 1959-м группа школьников поместила рисунки со своим видением будущего, в руки к профессору Джону Кэстлеру попадает загадочный лист, сверху донизу, исписанный цифрами. В поисках расшифровки содержания листа Кэстлер устанавливает загадочную связь между цифрами и крупнейшими мировыми бедствиями, произошедшими на Земле за последние 50 лет. В главной роли Николас Кейдж. Днем в воскресенье смотрите продолжение «Мэри Поппинс». Вечером вас ожидает концерт питерской группы «Сплин» и культовый фильм Эльдара Рязанова «Гараж» с целым созвездием любимых актеров. Всю неделю в нашем эфире сериалы «Ее звали Никита», «Охота на Берию» и «Тонкая грань». Для самых маленьких по-прежнему мультсериал «Фиксики». Это маленькие человечки, которые живут внутри машин и приборов. До встречи на главном кабельном канале Зауралия «Курган.ру». Курганские коллективы не устают радовать любителей хорошей музыки новыми концертами. И в этот раз кавер-исполнители решили не размениваться по мелочам. Подробнее о предстоящем музыкальном событии расскажет наш корреспондент. Кавер-бум. Именно под таким названием пройдет запланированный на 26 марта концерт. И бум – самое подходящее определение. Ведь на сцене встретятся пять наиболее известных музыкальных коллективов Кургана и области. Арго, другая версия, Фаберже, Овертайм. И специально приглашенный гость – шадринская команда «Манго». Каждая группа исполнит до шести песен. Сами организаторы обещают – со сцены будут звучать исключительно хиты. Идея организовать сборный концерт – это в первую очередь желание показать курганским зрителям то, как умеют петь и играть местные группы, которые в принципе звучат не хуже московских звезд, но которые при этом работают по-честному вживую. Один из участников сборного концерта – коллектив Арго, в ноябре прошлого года отметивший свой десятый день рождения. Сегодня в репертуаре группы почти шестьдесят песен. Их музыкальное меню угодит даже самым изысканным меломанам. Ну вообще, мы были приятно удивлены, что в городе появляется еще один фестиваль такой живого звука, еще один концерт, на котором не только мы, а и другие группы могут показать свое творчество. И вообще, что творческая жизнь города, она налаживается и становится все большим мест, в которые могут жители прийти и получить удовлетворение от услышанной музыки, от увиденного на сцене и скрасить свой досуг. Первый сборный концерт, организованный группой «Другая версия», в конце прошлого года собрал на сцене всего три коллектива. И новый кавер-бум, по словам организаторов, хороший шаг вперед. Дорогие друзья, ждем вас 26 марта в 18.00 в ДКМ на сборном концерте. КАВЕР БУМ! Приватизация в России часто подвергается резкой критике, порождая много споров. Позиция ЛДПР в этом вопросе остается однозначной. Приватизация должна быть бессрочной. Все ли так просто и какие предлагает сделать шаги лидер партии, смотрим далее. Мы каждый год продлеваем, уже 15 лет. На год, на год. Люди же не знают, а будет ли продление в следующем году. Люди нервничают, нотарицы нервничают, предприниматели, они не знают, будут ли это квартиры часто. Мы предлагаем убрать срок. Бессрочная приватизация. Все, кто живут в квартирах государственных, людям нашим понятно, социального найма не поймут. То есть в государственном жилом фонде, кто живет, вот дедомовец, получит квартиру в 20-м году. Он имеет право приватизировать. Снять все сроки. Ежегодно парламент принимает решение в очередной раз продлить на год сроки приватизации муниципального жилья гражданами. Фракция ЛДПР всегда поддерживает это решение, отмечая, что разумнее было бы сделать бесплатную приватизацию вообще бессрочной. Но предупреждать, что приватизированные квартиры вы должны сами ремонтировать. И дом ремонтировать теперь вы должны сами. И все общие территории, лестницы, все пролеты, чердаки, все это ваш дом. Вы образуете товарищество, собственников жилья. И надо стонать. Если не хотите, не приватизируйте. У вас есть выбор. Может быть дом, где все живут в государственной квартире, платят копейки. Но когда он умрет, родственники не получат ничего. Граждане не имеют права приватизировать жилье, признанное ветхим или аварийным. Но получение нового жилья затягивается на годы. И когда придет возможность приватизировать в собственность долгожданную квартиру, она может оказаться очень дорогой. И люди так и не смогут воспользоваться своим законодательным правом на бесплатную приватизацию. Мошенники будут здесь зарабатывать. Он скажет, а ваша квартира не попадает под приватизацию. А она попадает. Давай я тебе сделаю, что ты попадешь под приватизацию. Как обналичивание детского капитала. То есть нужно убрать сроки. И тогда никто не будет, никаких мошенников не будет. Все. А иначе расходы дополнительные. И сомнения для граждан. Люди мучаются. Решение проблемы лежит на поверхности. Чтобы снять противоречия и не допустить нарушения конституционных прав граждан на собственность, достаточно сделать бесплатную приватизацию государственного и муниципального жилищного фонда бессрочной. Отключиться от рабочих забот, успеть покататься на горке, пока не растаял весь снег и провести активные семейные выходные. Самый веселый, самый народный и самый сытный праздник провода зимы для своих клиентов устроил автоцентр Керк-Курган в спорткомплексе «Голубые озера». Встреча добрых друзей, свежий воздух и здоровый образ жизни. Рецепт отличных выходных от автоцентра Керк-Курган. Провода зимы – отличный повод, чтобы собраться всем вместе. Мы хотим повстречаться, мы хотим снова видеться, может быть поговорить, подурачиться, поскакать, попрыгать, покататься на коньках с горки. В выходной день больше ничего, отключить все мысли о работе для клиентов. Мы продолжаем работать. Последние зимние деньки клиенты автоцентра Керк-Курган вдоволь накатались с горки на тюбингах. Звонкий детский смех, восторженные крики взрослых прокатывались по лесу громким эхом. От крутых спусков дух захватывало. Ведущие праздники устраивали гостям каверзные испытания, но клиенты автоцентра Керк-Курган не из родского десятка. С лошадями, на тройках. Так, где? Бенчиками, бум-бум-бум. Где лошадь? Катание. Где конь? Хорошо, выкрутите. Без испытаний силы и выносливости тоже не обошлось. Верхом на бревне с мягким оружием в руках, фирменными подушками автоцентра Керк-Курган, сошлись в равном бою самые смелые гости. Не только удержать равновесие под шквальным огнем ударов соперника, но и успеть провести ответную атаку. Не каждому такое под силу. Один из счастливчиков, одержавших победу в этом нелегком испытании, Андрей Шарапов, негласно получил звание Наполеона праздника. Своё оружие – подушку. После яркой победы он величественно водрузил на голову. Ну а что? Победителям прощается не такое. Андрей раскрыл секрет своего триумфа. Оказалось, что главное для победы – всего лишь хорошее настроение. А его получить вместе с автоцентром Керк проще простого. Очень весело, очень здорово. Спасибо большое организаторам автокомпании Керк. Мне всегда очень весело. Приехал сюда с семьёй, с друзьями. Вообще супер. Всё же поклонники автомобилей Volkswagen, да как, в общем-то, и сотрудники автоцентра Керк, всегда были приверженцами здорового образа жизни и активного отдыха. Командный дух, честная борьба, адреналин и радость побед. Отличный коктейль до хорошего настроения. А попить горячего чаю на свежем воздухе в лесу, да ещё и в прикуску с пряниками да баранками. Что может быть лучше? Латошники автоцентра Керк-Курган предлагали гостям праздника получить вкусное угощение за небольшое испытание. Либо частушку спеть, песню, станцевать. За это он получает сладкий приз и жетон, который позже можно обменять на призыв. Стравка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной, сенек нам летит. Держи жетон, угощайся. Ну а самое сложное и одновременно самое вкусное испытание – художественное выпекание блинов. Гостям праздника нужно было проявить не только свои кулинарные таланты, но ещё и художественное мастерство. Согласитесь, испечь блин в виде логотипа Volkswagen сможет только истинный ценитель марки. Критики, журналисты с камерами и дегустаторы со всех сторон обступили участников. Волнение, нервы на пределе, участники стараются под пристальными взглядами публики. И вот первый блин вышел совсем не комом. Фирменный значок «Фольксваген» зашкварчал на сковороде. В этот день каждый нашёл себе занятие по душе и даже любители экстрима. Они отправились покорять спецтрассу на квадроциклах и снегоходах от Центра экстремальной техники «Экстрим Клуб». Кроме того, в этот день сотрудники автоцентра «Керк Курган» консультировали клиентов, рассказывали об обновлениях в линейках автомобилей «Фольксваген» и возможности их покупки по специальным ценам. Весна в этом году ранняя, и покататься с горки вы, наверное, уже не успеете. Зато вы можете прокатиться на автомобилях «Фольксваген», записавшись на тест-драйв в автоцентре «Керк Курган». Наш эфир подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok «Областная филармония». Виктория и Антон Макарские. Яркое музыкальное шоу. Приходите всей семьей. По Некрасову идешь, мегабазу ты найдешь. Мегабаза. Покупайте все и сразу. Улица Некрасова, 15А. Мегабаза. Слева сразу. 11 апреля. Областная филармония. Самая романтичная и нежная. Певица Максим. Самые приятные моменты нашей памяти могут навсегда остаться в прошлом. Но только не сегодня. Типография «Курьер» представляет. Фотокнига. Новое слово на печатном рынке. Удобный формат. Яркий дизайн. Фотокниги от типографии «Курьер». Цените моменты. 7 апреля. Филармония. Диана Арбенина и ночные снайперы. Презентация новой программы «Выживут только влюбленные». Я буду ждать тебя. Интернет-магазин «Столплит» представляет. Мебель по традиционно низким ценам. Прихожая «Терра» всего за 2 990 рублей. «Столплит». Доступная мебель. Продаешь автомобиль? Размести объявление на сайте «Курган.ру» и стань участником акции «Счастливое объявление». Каждый день одно объявление попадет в бегущую строку на каналах «Стс» и «Курган.ру». Подробности и условия акции на сайте «Курган.ру». Камеру убрал. Телесемь представляет. Купономания в Кургане. Выстригайте купоны со страниц любимого журнала и получаете скидку на самые актуальные товары и услуги нашего города. Купономания в Телесемь. Выгодно читать. Посадить дерево. Вырастить сына. Дом. Кстати, дом. Кстати, БК-недвижимость. БК-недвижимость всегда кстати. Представляем систему автоматического полива комнатных растений «Плант Джинни». Умная колба сама дает вашему цветку необходимое количество воды. Грязные пятна и лужи, которые нередко остаются после ручного полива, теперь в прошлом. Одна колба-лейка может увлажнять ваше растение в течение двух недель. Спокойно отправляйтесь в отпуск, на дачу или в командировку. Ваши цветы будут под присмотром «Плант Джинни». Всего за 599 рублей. Заказывайте набор из шести колб «Плант Джинни» по телефону 554855. С 5 по 13 марта с 10 до 19 часов в ДК «Железнодорожников» состоится продажа башкирского меда «Пасеки Кучаевых». При покупке двух килограммов меда третий в подарок. Пчелопродукты – деревенское растительное масло. Дегустация. Иваново едет к вам. Выставка продажи ивановского текстиля в Кургане. Носки – 20 рублей. Подушка-бамбук – 350 рублей. Постельное белье – всего 490 рублей. Цены – пополам. ТРЦ «Гиперсити». Улица Коли-Миготина. 8 с 9 по 13 марта. «Климат-45» нас радует опять. Открылся новый магазин на Пушкино-91. Газовые котлы, обогреватели, кондиционеры, водонагреватели, системы водоподготовки. От «Климат-45». Телефон 62-22-25. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. С 5 по 13 марта в ДК «Шелезнодорожников» «Башкирский мед» от «Пасеки Кучаевых». При покупке двух килограммов меда третий в подарок. Выставка продажи ивановского текстиля по очень низким ценам. С 9 по 13 марта в ТЦ «Гиперсити». Период межсезонья в Заурале непредсказуем. Компания «Климат-45» всегда на страже вашего комфорта. Газовые котлы, обогреватели, кондиционеры создадут в вашем доме тепло и уют. Для вашего удобства открыт третий офис в центре города. На улице Пушкино, 91. Первым клиентам подарки. Телефон 62-22-25. А теперь о прогнозе синоптиков. В пятницу на большей части Зауралия, благодаря антициклону, вновь ожидается относительно погожий денек. С температурным режимом, близким к своей климатической норме. В Екатеринбурге и Тюмени около нуля. В Челябинске минус 2, минус 4, без осадков. В Кургане ночью облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха минус 14, минус 16. В нем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха минус 3, минус 5. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм штутного столба. 11 марта солнечная активность умеренная. Геммагнитное поле неустойчивое. С этим я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин